мы начинаем новый урок по теме изготовления самолета я установил микрофон я не знаю лучше будет хуже одну посмотрим постараемся каким-то образом все-таки решить проблему со звуком который был у нас всегда не очень вот этот самолет который я вам показывал на прошлом занятии он полностью готов готов лететь но к сожалению погода не лед на уже который день то сильный ветер а сегодня вот дождь идет и мы пока не можем его обретать и показать вам хорошее видео дело в том что у меня есть видео предыдущих самолетов которые я делал по этой теме летал на них зимой и летом но нам-то интересно посмотреть как вот этот самолет только что сделанный полетит тому же я вот установил специальные такие законцовки как на настоящих пилотажных моделей которые улучшают аэродинамику крыла и способствует более хорошей хорошим полетным данным этой модели но пока мы его откладываем как только будет просвет в облаках мы облетаем этот самолет и я непременно видео полетов этого самолета и основные конструктивные особенности как я его делал уже все собственно готов ждем погоды а сегодня мы поговорим о другом самолете другой самолет это маленький самолет jet на на нашем канале мы еще не рассказывали про этот про эту модель в интернете есть чертежи вот чертежи и целого семейства вот этих самолетов чертежи называется prime jet то есть семья джетов вот это несколько модификаций вот это вот маленького самолета я изготовил специально для вас чтобы показать вот именно этот экземпляр есть еще другой самолетик у него по-другому расположена крылья то есть крылья расположены вперед за концовки крыльев идут вперед это тоже очень неплохой самолетик свое время я делала несколько таких самолетов они успешно летали но одно маленькое обстоятельство я их делал в масштабе один к одному как на чертеже и они получались несмотря на то что я устанавливал достаточно легкое оборудование за зальника достаточно легкий аккумулятор и все равно они получались достаточно тяжелые при небольших размерах и летели очень быстро прямо вот как пуля летели вот и поэтому этот самолетик я чуть-чуть изменил я сделал крыло побольше и пошире с целью нагрузку снизить нагрузку на крыло чтобы он летел помедленнее вот и также я установил маленькое не такие кили на предыдущих моделях которые я делал кили были маленького размера и как я уже говорил вам вот на этом на этом самолете и на других летающих крыльях у них есть одна не очень приятная особенность то есть когда мы на этом самолете заходим в вираж самолет наклоняется несущая поверхность крыла резко падает а несущая поверхность фюзеляжа у нас очень маленькая и самолет начинает соскальзывать на крыло и чуть-чуть ты зазевался он сваливается в штопор а летающее крыло вывести из шопа довольно трудно потому что оно не очень устойчиво по крену и тангажу и поэтому я поставил большие кили то есть при повороте когда мы заходим в вираж боковая площадь фюзеляжа плюс два больших киля компенсирует в какой-то мере уменьшение поверхности крыла и самолет не так вот валится то есть единственное что я изменил сделать чуть побольше крыло больше пили и точно так же на этом самолете будет устанавливать оборудование здальных самолетов то есть здесь здесь вот будут установлены два сервопривода по 3 грамма максимально легкий здесь будет у меня установлен маленький мотор 17 грамм тоже здальники винт будет 9 на 5 или 8 на 6 это примерно 1 1 и тоже характеристики здесь то есть самолет я хочу сделать максимально легонький и к тому же здесь вот я как всегда чуть-чуть маленький изменил я сделал кабину побольше можно было без труда разместить оборудование разместить аккумулятор аккумулятор будет у меня маленький на 7 и 4 вольта 1800 миллиампер тоже зальных вариантов самолета и поэтому мне придется аккумулятор разместить вот в самом носике сюда чтобы удержать центр тяжести поскольку сзади у нас будут стоять два сервопривода плюс мотор тут где-то будет еще регулятор ну и постараюсь компенсировать небольшим аккумулятором центр тяжести который неизбежно конечно уйдет назад вот получился такой самолет и опять же я сервоприводы ставлю на специальные рамки вырезанные с фонари чтобы можно было снять привод и поставить еще на какой-то проект поскольку как я уже говорил нас оборудование не слишком много и поэтому мне придется вот с этого самолета снять мотор с регулятором и переставить на другую модель сервоприводов у меня пока еще есть какое-то количество сервопривода я не буду снимать сюда я поставлю мотор с того самолета и я думаю он будет достаточно хорошо лететь то есть вот такая вот семейство prime jet самолет с обратной стиловидностью крыла я еще пока не сделал но я не знаю стоит его делать или не стоит я для начала покажу вам полет вот этого самолета как он там будет лететь хорошо плохо я еще не знаю потому что я его маленько изменил еще и вам советую еще раз если вы берете и чертежи какого-то самолета с интернета я вам говорю что люди на них летали выкладывают видео там все посчитано центр чарлисти определен все везде стоит делайте один к одному после того как у вы полетаете я полетал на таких самолетах я уже знаю чем не хватает мне не хватает ну грубо говоря слишком большая скорость я решил его маленький изменить то я уже знаю что куда двигать где добавлять и убавлять я как я как говорил я уже добавил площадь келей поскольку самолет не очень устойчив в вираже то есть и поэтому маленький изменил конструкцию потому что я уже знаю что сделать как летит и куда летит и зачем все это делается ну на этом пока все то есть у нас с вами нас с вами стоит на очереди облет вот этого самолета а также урок по изготовлению этого самолета как только погода наладится все у нас будет затем я поставлю оборудование на этот самолет облетаю и покажу вам как он летит и покажу как его сделать на этом до до свидания урок закончен